Здравствуйте! В эфире 6 ТВ Беларуси в студии Евгения Казакевича. Сегодня с нами на прямой связи экономист Алиса Рыжиченко. Алиса, здравствуйте! Добрый вечер! Алиса, и первый вопрос. Курс доллара и евро уже больше недели растет. Скажите, с чем это связано? С праздниками новогодними, с Рождеством или есть какие-то другие причины? Нет, конечно, это не связано никак с праздниками новогодними. Тут есть несколько причин, несколько факторов, которые влияют на курс доллара и евро. Ну, во-первых, начнем с того, что евро 12 декабря был исключен из валютной корзины, и его долю заменил российский рубль. А теперь мы смотрим, то есть, когда российский рубль заменяет долю евро, соответственно, наша зависимость, зависимость белорусского рубля от российского рубля увеличивается. В общей сложности у нас уже на сегодняшний день 70 процентов, прошу прощения, 60 процентов в валютной корзине – это российский рубль. С другой стороны, российский рубль начал очень сильно ослабевать по отношению к доллару, и тут есть определенные факторы, которые на это повлияли. Первое – это невозможность сокращения импорта дальнейшего. То есть, на сегодняшний день правительство Белоруссии и России пришли к тому, что сокращение импорта невозможно, и нужно его восстанавливать. А восстановление импорта – это всегда рост спроса на иностранную валюту. Соответственно, курс тоже будет повышаться. Следующая причина, которая тоже очень важна, это то, что 5 декабря заработали санкции нефтяной эмбарго и плюс ввели потолок цен на нефть, в связи с чем на прошлой неделе поставки с доходным путем российской нефти снизились на 50 процентов. Соответственно, нефтегазовые доходы России уменьшаются, и из-за этого идет увеличение курса доллара и евро. При этом курс евро тоже растет, потому что он стал укрепляться по отношению к доллару, потому что подняли ключевую ставку ЕЦБ и, соответственно, еще в следующем году тоже прогнозируют небольшой рост и укрепление евро за счет вливаний в экономику Евросоюза денег. Это, кстати, сыграет, скажем так, злую шутку в последующем, в долгосрочном периоде для Европейского Союза, потому что эти деньги будут вливаться в военно-промышленный комплекс, это поднимет производство, это поднимет ВВП, но, к сожалению, эти деньги ничем не обоснованы, так же, как, в принципе, протекует, например, Беларусь и Россия. Часто для Европы это впервые такая практика, но, к сожалению, другого выхода на сегодняшний день нету в связи со сложившейся ситуацией на границе с Европейским Союзом, я имею в виду войну в Украине. Поэтому Европейский Союз вынужден это сделать, и в следующем году мы увидим рост экономики, он такой будет, скажем так, фиктивный, как и в России и Беларуси, за счет вливания в экономику необоснованных денег. Но при этом это даст небольшое укрепление евро по отношению к доллару. Поэтому у нас доллар растет, но, соответственно, если евро выше доллара, то у нас и будет увеличиваться евро, потому что так евро у нас исключен из корзины, и курс евро определяется банками сейчас на основании кросс-курса доллара к евро. Плюс нужно понимать еще, курс доллара и евро будут расти в следующем году и на территории Беларуси и России. Это в том числе связано с тем, что власти, особенно белорусские, планируют, скажем так, активизировать инвестиционный цикл, они это так называют. Тут речь идет, опять же, тоже про вливание необоснованных денег в экономику, но обычно это приводит к инфляции, либо к ослабеванию национальной валюты. Инфляцию, я так предполагаю, что власти будут пытаться сдерживать, да, каким-то ограничением цены и так далее. Поэтому, скорее всего, это пойдет удар на курс валют. Ну и мы плюс видим, как Лукашенко неоднократно на всех совещаниях в последнее время заявляет о том, что евро – доллар токсичные валюты, мы должны от них отказаться. Он это заявлял на совещании ЕАЭС. И самое интересное, что он это говорил тогда, когда все члены ЕАЭС проводят сделки между собой в иностранной валюте, в долларах и в евро. То есть очень маленькое количество сделок проводится в российских рублях. Россия одалживает нам деньги в долларах и евро, да, и фиксирует кредиты наши, не в российских рублях. Поэтому говорить о том, что, например, доллар-евро уйдет – это такой популистский ход для того, чтобы люди отстранились от курса, перестали за ним следить, чтобы в следующем году, когда он начнет резко расти и достаточно сильно, чтобы у людей не произошла такая шоковая терапия по поводу «А что же это так? А что это произошло? А как это так? В нашем году было все хорошо, а в этом нет». К сожалению, да, курс будет расти и в следующем году, и сейчас мы это наблюдаем. То есть мы можем дать совет белорусам, если у вас есть белорусские какие-то сбережения, вот до Нового года предвести доллары? Однозначно. Доллары в евро однозначно их переводить и ожидать лучшего момента в следующем году, потому что курс будет расти. Это 100%. Спасибо, это важная информация. Алис, Лукашенко сегодня пообещал, что в следующем году целых три раза поднимет пенсии. Скажите, насколько это реально в связи с ситуацией в нашей экономике? И есть ли откуда брать деньги на повышение пенсии? Ну, конечно, это реально. Вопрос, на сколько поднять эти пенсии. Понимаете, можно поднять на 1 рубль хоть каждый месяц, и это не будет большим ударом для бюджета. Вопрос в том, что у власти нет другого выхода. Я уже говорила, наверное, кстати, в вашей передаче, что пенсионеры – это достаточно такой важный электорат для Лукашенко. И он будет стараться всеми силами сдерживать недовольство среди пенсионеров. Ну и мы должны понимать, что у всех пенсионеров есть дети, которые тоже смотрят на ситуацию, которая их ждет в будущем, да, внутри страны Беларуси. И, соответственно, это может породить очень большие недовольства внутри гражданского общества, внутри населения. И поднятие пенсии – это как бы неудивительно. В этом году ее повышали тоже три раза, кстати. И мне кажется, это будет повышение такое следом за инфляцией, чтобы не было каких-то по официальным данным, по номинальным начислениям, чтобы не было снижения в соответствии с этой разницей инфляции. И, конечно, мы не будем говорить здесь о том, что это будут какие-то грандиозные повышения пенсии, которые позволят пенсионерам почувствовать себя более благополучно, наверное, так стоит выразиться. На это не стоит надеяться, потому что пенсионный фонд на сегодняшний день у нас уже сегодня не справляется со всеми выплатами. То есть это как финансовая пирамида существует. Чем больше поступлений туда сейчас делают, чем больше отчислений делают действующие работники, занятые в экономике, тем больше возможности у пенсионного фонда выплачивать существующим пенсионерам пенсии. Но там большой дефицит. В пенсионном фонде он существует уже на протяжении 5-6 лет с дотациями, с помощью дотаций со стороны государства. И, конечно же, тут нужно учитывать, что у нас идет огромный отток специалистов и отток занятого населения в экономике, то есть занятое население снижается. Соответственно, поступлений в пенсионный фонд будет меньше. Возможности нет повышать пенсии. Возможно, будут изымать какие-то средства из этих региональных фондов, которые были предусмотрены бюджетом. Президентский фонд и там еще какие-то некоторые региональные фонды. Возможно, будут предусматривать повышение пенсии из этих фондов. Но это не будет серьезным повышением. То есть это будут просто держать на уровне в соответствии с повышением инфляции. Спасибо вам огромное, Алиса, за такие подробные ответы на вопросы. Достаточно важная тема, я думаю, которая касается каждого беларуса. А я напомню, что сегодня с нами на прямой связи была экономист Алиса Рыжиченко. Спасибо, Алиса, с наступающими праздниками вас и берегите себя. Спасибо и вас также. До свидания. До свидания. Уважаемые зрители, я напомню, что в студии был Евгений Казакевич. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, смотреть 6 ТВ Беларусь с понедельника по пятницу. Бережите себя. Живи Беларусь! Беларусь!